Привет, ребята! Мы продолжаем играть третьего Ведьмака, это практически финал, мы победили Дикую Охоту, ну отбили их атаку, насколько это было возможно, и теперь, теперь Йеннифер предлагает, что нужно использовать Ложу, возможно, возможно Ложу, чтобы, чтобы контратаковать. Это Ланфиль и Фрингилья Вига, скорее всего, живы. Франциска и Ида, ты думаешь, они согласятся? Думаю, мы их убедим. Ты поговоришь с Кейрой сама? Она мертва. Да, наверное, так будет лучше. С Кейрой она поговорит, конечно. Я не доверяю ложе, но, похоже, другого выхода нет. Это так. Я заключила соглашение с Императором. В обмен на помощь, Ложа получит амнистию и убежище на территории Нильфгарда. Это будет нашим козырем в торге. Трис, я сегодня же отправлюсь на поиски чародеек. Ты мне поможешь? Разумеется. У меня даже есть мысли, где начать. Проклятие! Вы опять строите планы, никто не спрашивает моего мнения! С меня хватит! Я не дам себя никуда везти, как мешок! Я не хочу сидеть, сложа руки! Я устала ждать и прятаться! Ты права. Ты права. Ты доказала, что можешь о себе позаботиться. Гораздо проще похлопать кого-то по плечу с мыслью, что все как-нибудь обойдется, чем набраться смелости и посмотреть правде в глаза. Зираэль обладает великой силой, которую не в состоянии контролировать. Она опасна и для себя, и для других. Пока она не научится владеть собой, она должна оставаться в изоляции. Во-первых, ни хрена подобного. А во-вторых, если уж ты заговорил о смелости, обращайся прямо ко мне, а не к Геральту. Пока. Я пойду за ней. Пускай идет. Цири нужно время. Это правда. А еще ей нужно заниматься. Она должна научиться управлять своими способностями. Все это обучение. Правда, необходимо? Ты видел, что произошло? Цири может оказаться даже более опасной, чем Дикая Охота. Хорошо. Мы еще ненадолго останемся в крепости, а потом присоединимся к тебе и Трис в Новиграде. Встретимся у Лютика. Пойдем, Йен. Чем раньше мы отправимся, тем лучше. До свидания. Это крепость или то, что от нее осталось? Мне что-то стремно, смотри. 29 уровень уже. Несколько дней спустя. Ничего не получается, видишь? Ты опустил руки после восьми попыток? А сколько я должна это делать? Сколько потребуется? У меня ничего не выходит. Продолжим позже. С маятником у тебя тоже сначала не выходило. Геральт, прошу тебя. По сравнению с этим, маятник легкая прогулка. И вообще не в этом дело. А в чем? А Валак говорит, что ничего не выйдет, пока я не перестану думать о битве. А мысли о котятах и ванильном пудинге в голову почему-то не идут. Скажи, как ты это делаешь? Что? Что бы ни происходило. Ну что угодно. Ты всегда умеешь взять себя в руки. Ославься, но не обязательно будешь лучше. Есть один старый способ. Меня ему научил Весемир, а его бармен. Отведешь меня в горы и напоешь отваром шалфея? Друиды с Келлиги использовали его веками. И весьма успешно. Ты пожалеешь. Эй, ты жульничаешь. Ха-ха-ха, капуша. Попал. У тебя нет шансов. Эй, это не честно. Вот она, капуша. У тебя нет шансов. Можно взять снежок в руки. Причем мне не хватает снежков. У тебя нет шансов. Эй, это не честно. Вернемся. Что-то у меня ворот не получился, а Светку от пропал. Сейчас получишь. Ты был прав. Помогает. Спасибо. Всегда пожалуйста. Ну, что теперь? Посмотрю, где там наш драгоценный знающий. Геральт, Геральт, вставай. Правда, что ли? И знаешь, кто у них почетный гость? Не знаю. Просвети меня. Имлерих. Лучшего случая его достать у нас не будет. Как тебе это вообще пришло в голову? Я хочу отомстить за Весемира. Шабаш это идеальная возможность. Имлерих будет среди своих, пьяный и расслабленный. Он не будет ждать удара. А что говорит Авалак? Откуда ты знаешь о Шабаше? Откуда ты обо всем этом знаешь? О Шабаше? О Бымгрехе? Авалак рассказывал мне о тех, кто за нами гонится. Он говорит, что знание дает преимущество. Пойдем. По дороге поговорим. Нужно заехать император, по этим сразу верим. Веди. Нафиг императоры, ребят, нафиг имгреры. Зачем он нам? В путь. Мне страшно, он приведет за мной стражу. Он будет сам с Имлерихом, который едва не закончилась смертью всех защитников крепости. Цири начала думать о месте предводителем Дикой Охоты. Однажды ночью она разбудила Геральта и убедила его отправиться в Велен. Цири знала, что на вершине Лысой горы она встретит Имлериха. Девушка собиралась его убить. И правильно, я согласен. Мне нравится идея. Нужно все-таки разобраться с ним, потому что он вернется и он будет творить зло снова, снова, снова и снова. И будет гоняться за Цири. Поэтому надо от него избавиться. Не будет Имлериха, нет Дикой Охоты, нет всего. Велен в Северное Тимере. Пять дней спустя. Долго же мы путешествовали. Во Вроницах про это место говорили. Арт Кербин. Дом хозяек леса. Христиане боялись этого места. А барон считал, что хозяйки леса просто сказка для непослушных детей. Интересно, как он сейчас? Он умер. Повесился после смерти жены. Его дочь сейчас в Новеграде. Жалко. Откуда ты знаешь, что мы найдем здесь Имлериха? Авалак говорил, что в нашем мире повсюду живут создания, которые тайно общаются с эльфами из Айенейля. В Велине это ведьмы. Как я поняла, Эридин послал Имлериха к ним с приказом держать ухо востро. На случай, если Авалак вернется в старое убежище. Судя по количеству ушей, которые висят в лесу, они поняли приказ буквально. Думаешь, Имлерих еще здесь? Он любит плотские забавы. Вино, секс. Ведьмы ублажают его, а это питает его самолюбие. Я уверена, что он не упустит возможности и появится на Лысой горе в ночь Шабаша. А помните, мы обещали ведьм, что вернемся с Цири, убить их. А, черт, это Эмлерих. Черт, в общем, тот, тот главный, а Имлерих это заместитель, как бы. Ты знаешь, что это за место? Даже больше меня. Давай сделаем то, что нужно. Надо подняться на вершину и найти Имлериха. Для чего я хочу сохраниться? Это в арбюрок. Велинские крестьяне зовут эту ночь. Да, да, я рад, что они как-то зовут эту ночь. Но можно я прокачаюсь? Ну, хоть немножко. Так, мы можем силу атакить, кстати, конечно, еще сильнее. Ну что, нет ни одного мутагена? По сути. Который можно было вложить сюда. Ладно, а столько на 5%, ребят. Вот нам дополнительная сила атаки будет. У нас еще полно очков, к тому же, быстро атака. Сейчас у нас просто меньше энергии англионалины. Я даже думаю, что что еще можно прокачать. Что-то, видишь, шанс этического удара. Может, критический удар качать? Чего бы и нет. На счет зелья, что-то есть эликсиры, да нет, мы им редко пользуемся. Можно мощную атаку. Провевает защиту врагов и шанс критический удар на 10. Шанс критический удар при мощном атаке на 2. Не знаю, можно разрыв все-таки качнуть. Дай это сюда. Это сюда. Ну, вот как-то так. Праздникам даров. Не знаю, почему. Кстати, у нас ведь меч есть более крутой. Пока, ну, 37 уровень, я не настолько хорош пока что. Снаряжение мы, к сожалению, обновить не можем. Авалак говорил, что самая большая слабость Имлериха – тщеславие. Тщеславие? Он старается произвести впечатление на противника. Зато второй – карантир – скрытен и прагматичен. Что неудивительно, он ученик Авалакха. Что же, ребята, будет интересно. Стрелять. А мне интересно, у нас задание, по сути, все задания еще висят, кстати. И когда-то служил хозяйком. Но он же чужой. Пусть подойдут. Но... Они пришли на праздник. Не годится отказывать им в гостеприимстве. Мы не на праздник. Нам надо подняться на гору. Через ворота вы не пройдете. Но там вон костры. Посидите, еды и питья хватит на всех. Может, в этом году хозяйки не зайдут к нам. И мы хоть глазочком на них поглядим. Сядем в кострол. Спасибо за приглашение. Мы с удовольствием посидим с вами, правда? Говори за себя. Идите за мной. Будем гостеприимными, вернее, не гостеприимными, а хорошими гостями. Она явно недовольна, но ладно. А почему мы не пройдем через ворота? Хозяйкам только избранных пускают. Каждый год на гору поднимаются юноши и девушки, не больше троих. Дай угадаю. Юноши и девушки не возвращаются. Возвращаются. Счастливыми. Рядко кто остается потом в Ведлене. Они уходят искать счастье по свету. Значит, хозяйки спускаются к вам. Если бывают милостивы. Мой отец рассказывал, как-то они переходили от костра к костру, выслушивали просьбы и жалобы. И каждый год мы ждем. Может, спустятся. Значит, тут их не было уже давно. Нет смысла надеяться на случай. Да, попробуем подняться на вершину. Там уже пора по какому поводу праздника. А что вы отмечаете? А что вам до этого? Не гневайся. Беловолосый служил хозяйкам, как и мы им служим. Целый год мы шлем им дары, а в эту ночь они одаряют нас благословением. Благословением. Встречала я один такой дар. Заплаканный, перепуганный, сопливый. Лет восьми, кажется. Чшш. Зачем хозяйкам дети? Мы не знаем и не спрашиваем. Не знаете? Так я вам расскажу. Скажите лучше, что делать мужику, если он встретит на дороге сироту, когда его собственные дети плачут от голода. Вы не здешние, а потому не судите нас по чужим законам. Заключается благословение хозяек. Ты сказал, что хозяйки вас благословляют. Да. Так и проходят наши дни. С первого лета в трудах под жарким солнцем, потом дождливую осень, потом зима и смерть. И тогда мы ждем весны, когда все, что мертво, возродится. А из нашей крови, из нашего пота дуб родит нам желтый. Иногда несколько, иногда целую горсть. И что вы делаете с этими желудями? Старейшины Велина собираются и держат совет. Одни хотят смолоть их и засеять поля, чтобы был богатый урожай, другие отнести мудрой женщине, чтобы она сделала снадобье от чахотки. И что? Горсти заколдованных желудей хватает на весь Велин? Никогда не хватает. По-другому? Довольно об этом. У нас есть еще вопросы. Да нет, нам пора. Нам надо идти. Вы торопитесь увидеть хозяек. Понимаю. Сгораем от нетерпения. Пойдем, Геральт. Нам надо успеть до рассвета. Идите к шатру и предстаньте перед пеплой. Это она решает, кто достоин встретиться с хозяйками. Еще сложности. Ладно. Но. Покажи мне свой. Мне тут ремонт нужен. Уже у меня слишком низок. Мы брони все хорошие тут не сделаем, так что. В этом можно даже не думать. Бывай. Папка говорила, они запустились с вершины трудно. Добрые, хозяйки. Идем. Смотри, мальчик. Это Прибожик. Я его знаю. Его зовут Ивасик. Что в меня? Ты вернулся и девицу свою отыскал. Я Ивасик. Мы уже знакомы. Правда, это я с тобой познакомился. Потому что ты убегала и я видел тебя со спины. Ну, это долгая история. Меня зовут Цири. Приятно познакомиться. Как твои дела? Все здоровы, спасибо. Что вас сюда привело? А что ты здесь делаешь? А что ты здесь делаешь? Когда мы виделись в последний раз, ты был с ведьмами не в ладах. Я получил приглашение, от которого не мог отказаться. Как каждый год и случается. Ведьмы все-таки меня признают и желают видеть на своем празднике. Так что я тут покручусь немного, а как солнце встанет, вернусь к себе. А вы? Мы собираемся на вершину горы. Можешь нам с этим как-нибудь помочь? Я бы попробовала вас отговорить, но это, наверное, напрасный труд. Девица такая же упрямая, как и ты. Правда? Еще больше. Я так и понял. Дорога на вершину начинается там, за воротами. А ключ от ворот только у старой Теклы. Вам его не достать, так что лучше возвращайтесь назад. Почему ты считаешь, что ключ не достать? О, боги! Да с вами хуже, чем с детьми! На вершину горы пропускают самые большие троих, только прекрасных юношей или ладных девушек. Они получают ключ, открывают ворота и идут навстречу с ведемами. Я горжусь. Но он-то старый и страшный. Какая от него польза? Я могу, например, найти пропавший голос. Тогда иди и поищи голос своего разума. А я тебе скажу, лучше возвращайся. С ведьмами шутки плохи. Ну ладно, я их убью и все. Мы здесь потому, что ищем эльфа по имени Имлерих. Цири считает, что он гостит у ведьм. Такой здоровый, весь в доспехах. Тогда верно. Он и правда на вершине горы. Ты видел его? Первый раз на топе. Вода замерзала под капутами его коня. А вчера второй раз. Уже здесь. Зачем вы его ищете? Он убил моего друга. На твоем месте я бы не стала мстить. Перед ним даже ведьмы прогибаются. Мы должны добраться до вершины. Придется убедить в этом Теклу. Она слепая, но ее не обманешь. Мы и не будем изворачиваться. Она там в шатре сидит. Удачи. Надеюсь, еще увидимся. Слепая. У нас есть преимущество. Солнце, кто это? Пойди сюда, девушка. Ну, ближе. Так... Какая она? Узкие бедра, глаза блестят, с характером. У тебя был когда-нибудь мужчина? Неважно, я уже знаю. Я выбираю тебя, девушка. В эту ночь ты увидишь хозяю. Цири? Прекрасно. Кто откажется от встречи с хозяйками? Мой товарищ пойдет со мной. Хм... Что там еще кот принес? Седой, жилистый, со шрамом и глаза змеиные. Так... От него смердит запекшийся кровью и мертвецами. К тому же он старый и бесплодный. Я отвергаю тебя, выродок. Девушка пойдет на вершину одна. Что все это значит? Для чего ты выбрала эту девушку? Скажи ему. Каждый год трое избранных удостаиваются чести встретиться с хозяйками. И что происходит, когда они удостоятся этой чести? Они возвращаются, но уже не говорят о прошлом. Они счастливы и начинают жизнь заново. Эта девушка не первая из тех, кто был сегодня избран. Но месяц уже высоко, так что наверное она будет последней. ты меня недооценила. Я окажусь не хуже других. Девушка? Он расторопнее любого юноши. От него смердит трупами, потому что он убивает чудовищ. И убьет каждого, кто станет на моем пути. Может быть я ошиблась. Может в нем есть еще жизнь. Старый обычай позволяет мне отказаться от решения. Если ты примешь вызов. И что за вызов? Скажи ему. Нужно спуститься в пещеру и погрузиться в подземные воды. А в чем подвох? Озеро глубоко, воды его темные. Я принимаю вызов. Пойдем. спрыгнуть сюда? Серьезно? Погляди. Вот это монета из давних времен. На одной стороне в огне горит фалька, потому ее называют Ореном Смутьянки. Принеси мне эту монету. Ладно. Что-то будет. у меня нет арбалета. Так, мне нужен арбалет в руках. Нет, одежда вся на месте. Почему арбалета у меня правда нету? Не знаю, почему он постоянно исчезает у меня из кобуры, скажем так. это твой метод который это есть внизу alar и быть да я ну мы я был не осторопен но по моему все прошло даже очень неплохо собой на самый верх снова лезть не надо вроде как что же это было простое я даже удивлен ребята он слишком простое я уже начала беспокоиться пойдем за что-то будет эти вернулись чего вы хотите я принес монету со дна озера смердит тиной ничего не поделаешь ты сдержишь слово я всегда держу слово покажи монету привратнику за воротами он поймет что это значит марика откроет вам ворота а теперь ступайте все прошло отлично конечно и в пещере не ныряла я тебе как-нибудь расскажу как взял заказ на ригера сейчас мы пойдем ребят валить садика дикая охота мне интересно к чему мы сейчас идем к тому чтобы перебить их всех или только этого мне интересно чем-то все кончится очень интересно что идем вверх на гору как тебя зовут девушка а тебя неважно как тебя зовут вершине горы ты оставишь свое имя и получишь новое он свободен а ты пропусти нас нет я прошел испытание у меня есть доказательства узнаешь марс мутьянки смертный приговор прикалываетесь мобили крепкий был бугай у нас мало времени я займусь им лирихом а ты убей ведьм а волок говорил они живут в корнях дуба исключено я иду за им лирихом ладно давай разыграем камень ножницы бумага пёси кровь давай еще раз с большого за нас им лирих опаснее и малярих опаснее ведьм будет лучше если я им займусь я дерусь не хуже тебя мы оба знаем что это неправда хоть раз меня послушай никаких но ладно береги себя ты тоже я надо как-то спуститься как спуститься по прямой дороге зараза похоже придется прыгать как будто бы впервой жак что у цели нет инвентаря или что-то типа такого и нельзя одевать броню и подобное а вот их настоящее обличие как каким он был он прожил всю жизнь в любви и не знал горечи а на он 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как бы тут не умереть на самом деле Она не может исчезать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Они видели тебя в воде. Они не разглядели девушки, но ты пришел с ней, верно? Я здесь один. Ложь, которая ничего не изменит. Сперва пей. Готово. Значит, у него тоже есть телесные облики. Чувак со щитом. Ненавижу щиты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нерабочий арбалет не работает против него. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт, черт! Хоть как-то восстановить здоровье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт, я опять случайно нажал и открыл. На клавиатуре все кнопки близко. Нажать что-то случайно всегда можно. Черт! Я без квена не буду работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этого мало. Голову ему руби. Кто тебя научил так драться? Ведьмак, которого ты убил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Голову сплечь! Как в парке аттракционов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получилось! С трудом. Как там внизу? Я убила только двух ведьм. Одна сбежала. С медальоном Весемира. Единственная вещь у меня от него оставалась. Я отомстил за Весемира. Нам очень повезло. Ты отомстила за Весемира. Авалак считает, что мстить следует на холодную голову. Он ошибается. Теперь найдем Эридина и убьем его. О чем задумался? Думаю, что сказать, Йеннифер, когда мы доберемся до Новиграда. Говори ей правду. Всегда. Интересно, Йеннифер и Трис нашли чародеек из лужи? Хрен знает. Нам пора к ним. Еще минуту. А, дай мне еще минуту, старый я стал, пока отбившусь. А, ну да. Побудем тут еще немного. Красивые виды, Велина. С катерика можно будет отправиться в Новиград. По сути, сейчас мы можем выполнять доп. задания. И, наверное, даже вместе с Цири. Что довольно-таки круто, если об этом подумать. Что же, ребят, спасибо за просмотр. Цири была длинная. Увидимся мы в следующей. И отправимся в Новиград вместе с Цири. И спасибо за просмотр, ребят. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, если вы хотите. И пока. Мы в следующей серии с вами продолжим. И посмотрим, что будет дальше. Понятно, что это финал. Но какой-то очень долгий финал. Я этот финал еще 2-3 часа назад ожидал. Но он все не приходит. И я тоже рад, знаете, пинается, что ни игру не обрывают. Пока что мы продолжаем играть. Сюжет продолжается. Ничего не остановилось. Так что до следующей серии, ребят.